Друзья, всем привет! Комментирую последние политические новости в преддверии выборов в Украине. И месяц тому назад я записывал видеоролик в начале февраля 2019 года о том, что если на этих президентских выборах победит Юлия Тимошенко, то министром внутренних дел Украины остается Арсен Аваков. И многие тогда говорили, что это неправда, что Тимошенко всех посадит, что Аваков будет уволен. Ну, я сказал, ребят, все очень просто. Задайте Юлии Тимошенко вопрос, а что она будет делать с Арсеном Аваковым, если выиграет президентскую гонку. И на днях такой вопрос был задан, и давайте почитаем, что ответила Тимошенко. Лидер Батьковщины Юлия Тимошенко, комментируя будущее главы министра внутренних дел Арсена Авакова, в случае президентства заявила, что первоочередная задача президента это не девочек менять. На вопрос, есть ли шанс у Авакова остаться на должности, если она станет президентом, Тимошенко ответила, что перетасовка кадров будет не первоочередной ее задачей. Вы знаете, думаю, президент, когда придет, будет троеточьего президента, очень мало депутатов в парламенте. Если мы победим, там будет человек 20 всего. И поэтому наша задача не сразу перетасовывать кадры, а немедленно принять новую конституцию, заявила Тимошенко. Потому я думаю, что первое, что нужно делать, это не девочек менять, а систему. Добавила она. Это обычный ответ в стиле Юлии Тимошенко. В принципе, уход от прямого ответа, но дало понять, что Арсен Аваков останется министром внутренних дел. При том, что ранее Тимошенко говорила, что если она придет к власти, то она сразу же посадит трех друзей Порошенко. Возникает вопрос, если она собралась садить друзей Порошенко, то почему она не может посадить Арсена Авакова? В чем, собственно, разница? Я считаю, что именно настоящий кандидат, народный кандидат президента Украины должен прийти к власти и сделать все, чтобы посадить всех бандитов. Но в данной ситуации получится так, что бандитов Петра Порошенко будут сажать, а бандитов Арсена Авакова нет. И речь не только об Арсене Авакове, а обо всех его друзьях. Потому что если Арсена Авакова оставляют у должности, то, соответственно, и все его эти трояны, чеботари, его сынуля, вся вот эта мразь, которая окружает Авакова, она также остается безнаказанной. Потому, в принципе, для рядового человека, для рядового украинца, что Порошенко, что Тимошенко, те же яйца, только в профиль. Будет та же коррумпированная система и, в принципе, та же коррумпированная полиция. Полиция опять будет избивать людей и ничего для обычного рядового человека не поменяется. Просто сейчас эти все коррумпированные схемы крышут Порошенко и будет крышевать Тимошенко. То есть, в принципе, и все. На этом, в принципе, все, что произойдет. И я хочу обратить ваше внимание, что я руководитель проекта «Дорожный контроль». И он был создан в 2008 году, когда премьер-министром была Юлия Тимошенко. Именно при премьер-министре Юлии Тимошенко был глава МВД Юрий Луценко. И вы помните, какой беспредел был со стороны ГАИ. И Тимошенко тогда ничего не стоило прекратить этот беспредел. Но этот беспредел не то, что не прекращался, а он увеличивался в разы. И именно тогда я решил создавать проект «Дорожный контроль». То есть, именно с моей борьбы с работниками ГАИ, с преступлениями милиции, еще тогда милиции ГАИ, началась именно при власти Юлии Тимошенко. Когда министром был МВД Юрий Луценко, а президентом Виктор Ющенко. То есть, ну мы возвращаемся, в принципе, к тому, что и начинали 15 лет тому назад. Потому, собственно, как я уже говорил ранее, Арсен Аваков остается у власти при Тимошенко. И тот беспредел, который был, он продолжится и дальше. А что касается заявления Тимошенко, мы будем менять конституцию. И она говорит новостью, что у нас будет 20 депутатов, но они собрались менять конституцию. Но для того, чтобы менять конституцию, нужно 300 голосов. То есть, я не понимаю, как они могут, имея 20 голосов, поменять конституцию. Нужно 300 голосов, но они могут уволить Арсена Авакова. То есть, можете объяснить логику в этом, собственно, ее заявлении. Также вчера посол США в Украине заявил о том, что нужно немедленно уволить главу антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Вы знаете, я сейчас, получается, сколько уже, 4 года живу в США. Еще в 2015 году, еще в 2015 году, когда назначили Назара Холодницкого. Что я сказал? Что я написал? Антикоррупционную прокуратуру возглавил коррупционер. Они взяли и назначили главу антикоррупционной прокуратуры бывшего прокурора Киева-Святошинского района, который был подчиненным этой пшенке, это бывший генеральный прокурор при Януковиче. Человек, который занимался коррупцией, который занимался фальсификацией. Я написал статью о том, что именно этот человек занимался фальсификацией и защитой работников ГАИ Кобра, когда они сфальсифицировали по статье 130-е дело против журналиста Радио Свободы. Это при Януковиче. И этого человека они назначают главу антикоррупционной прокуратуры. То есть я об этом публиковал статью, но я сказал, ребята, а у вас вообще ум есть? То есть, ну, вы когда вот что-то делаете в своей жизни, вот что-то вы принимаете, какое-то решение, да, вот что-то подписываете, вы вот думаете об этом? Ну, то есть у вас какие-то мыслительные процессы происходят в голове? То есть, или вы так знаете, просто что-то сделал, я типа, о, я не знаю, что. То есть, или вы как-то прогнозируете, или вы как-то аналитику какую-то проводите. Но вы же на это выделяете миллионы долларов. На эту антикоррупционную прокуратуру были выделены сотни миллионов долларов, в том числе со стороны Собина Штатов Америки. Неужели вам не было очевидно, что если вы назначаете коррупционера на должность главы антикоррупционной прокуратуры, то он будет заниматься коррупцией. Но это же ребенок должен понимать. Но нет, они его назначили, и мы, собственно, об этом писали. В 2017 году, вы знаете, что мы тогда встретились с Виктором Смольем в отеле Хилтона в Вашингтоне с Назаром Холодницким. У нас был тогда скандал, и Холодницкий обещал, что вот, я буду расследовать дела по Авакову, там, это по тройну, это плетки Чеботаря, во всем помнении он обещал, что вот он будет расследовать. Ну и что произошло? Назар Холодницкий приехал в Украину, и все, что он сделал, это закрыл уголовное дело по пленкам Чеботаря касательно сына Авакова. То есть, вы знаете, я как бы, я удивляюсь. Я вам говорил об этом в 2015 году, что так оно все и будет. И вот спустя 4 года мы видим заявление о том, что Назара Холодницкого нужно уволить. Собственно, все эти 5 лет, которые прошли, это просто потраченное пустое время. То есть, вообще никакой борьбы с коррупцией в Украине нет. Я об этом, может, сделаю отдельный обзор на основном канале, потому что тема, на самом деле, очень интересная. Иначе провести просто хронологию, да, вот как было, что они делали, что я им говорил, что так делать не надо, и как оно в итоге получилось. Я всегда оказываюсь прав, всегда оказываюсь прав. Я отдаю, понимаете, вам не нужно было тратить 100-200 миллионов долларов на эту реформу. Вы могли бы, не знаю, угостить меня кофе за доллар, сесть за мной в кафе, я вам дал бы прогноз, что вас ждет через 5 лет. Просто пошагово. Это, 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 это. Но нет, вы потратили 200 миллионов долларов, отдали этому Колодницкому, который все благополучно просрал, полностью перешел на сторону Авакова, закрыл все уголовные дела, и сейчас посольство требует его увольнения. Я, я не знаю, что по этому поводу сказать, если честно. Я, у меня просто нет слов, потому что, ну, я не понимаю, зачем это все делать. То есть, какая конечная цель? Зачем вы тратите 5, 10, 20 лет просто хождения по кругу? Понимаете, вот хождения по кругу. Ну, у вас нет никакого прогресса. Понимаете, потому, мне, честно, это уже настолько достало, я вообще не хочу этим заниматься. Вообще, потому что это, это просто маразм. Понимаете, это просто бред. Это бред, понимаете, хождение по кругу. Я не хочу тратить ни секунды своей жизни на этот бред. Понимаете? Нужно заниматься, понимаете, в горе оно все огнем. Просто горе оно все огнем. Нужно заниматься своей жизнью, нужно заниматься своими проблемами, заниматься своими развитием. Потому что тратить 5, 20, 30 лет на то, чтобы объяснять людям очевидные вещи, и в итоге они все равно будут делать неправильно, в итоге это все равно выходит через задницу, а потом, ну а что дальше? А жизнь уже прошла, у тебя уже там 30, 40, 50, 60, 70 лет. Зачем это все делать? Я не знаю. Потому, ну, часто мне просто даже не хочется записывать эти ролики, потому что я читаю новости, знаете, мне, ну, я же об этом говорил, ну, я же вас предупреждал, ну, будет оно так, ну, вы говорили, нет, ты дурак, мы лучше знаем, ну, нихрена вы лучше не знаете, ну, не знаете вы нихрена лучше, понимаете, потому что у вас нет опыта, у вас нет опыта борьбы с коррупцией в Украине на протяжении, там, 5, 6, 20, 10 лет, понимаете? Нет опыта, вы не можете спрогнозировать, ну, что у вас нет знаний для этого, а люди, которые знают и могут спрогнозировать, они дают вам прогноз, что если вы сделаете это, вас ждет это через 5-10 лет, это обычная аналитика от специалиста, но вы обращайтесь к каким-то людям, а потом хватайтесь за голову, ну, что я могу сказать? Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok